Всем привет! С вами Игорь на канале HowMade. Давайте сегодня посмотрим, что можно сделать из неработающего SSD диска. Поехали! Недавно ко мне в руки попал SSD диск на 128 ГБ. Этот диск испорчен, но не подает признаков жизни. Теоретически его можно отремонтировать. Но, к сожалению, цена ремонта будет таковой, что за те же самые деньги можно купить новый жесткий диск. Поэтому ремонтировать его бессмысленно. Давайте его разберем и посмотрим, что внутри. Открываем крышку. Здесь нас ждет термопрокладка. И под крышкой мы видим схему нашего жесткого диска. Вот так она выглядит. Здесь распаяна какая-то флеш-память. Сам контроллер жесткого диска. Здесь распаяна еще одна какая-то память. Стабилизатор напряжения на 3 напряжения. И также 16 микросхем памяти. 8 микросхем с этой стороны и 80 микросхем с этой стороны. Каждая микросхема имеет объем 8 ГБ. И именно эти микросхемы мы постараемся сегодня использовать. Одним из неудобных моментов является то, что микросхемы припаяны на тугоплавкий припой. И чтобы их отпаять нужно немножко помучиться. Для начала нужно залудить все контакты микросхем легкоплавким припоем. Для этого я буду использовать вот такой припой. Он мне больше всего нравится. Итак, выбираем первую попавшуюся микросхему, которую мы будем выпаивать. И тщательно заложиваем все контактные площадки. Не жалеем припой. И тщательно пролуживаем каждый контакт. Для того, чтобы можно было потом легко отпаять. То же самое и делаем с обратной стороны. После того, как все контакты пролужены, можно воспользоваться нижним подогревом и паяльным феном. Если бы не пропайка, то снятие микросхем было бы довольно проблематичным. Но я довольно легко отпаял микросхему памяти. И как результат у меня получилась небольшая кучка микросхем. Из этих микросхем я буду делать USB 3.0 флешки. Здесь установлен контроллер IS917. Этот микроконтроллер обеспечивает скорость USB 3.0 и поддерживает очень много разных типов флеш памяти. Заготовки для флешек я покупал на сайте Taobao. На Алиэкспрессе такие заготовки под флешки можно не искать, потому что они там есть, но стоят настолько дорого, что вы их никогда не будете покупать. Поэтому, если хотите покупать себе такие, то идите на Taobao и там покупайте. Но на Taobao, конечно, есть свои ограничения в том, что нужно покупать через посредника, который вам будет как-то доставлять эти флешки. Я точно так же покупал через посредника. На том же Taobao я купил корпуса для флешек. То есть, вот такие прикольные корпуса. Внутри можно поставить флешку. Вот так вот можно установить флешку. В общем, я не буду сейчас ставить вот такой прикольный корпус. Сюда устанавливается флешка. Она сюда плотно защелкивается и потом вставляется в корпус. И точно так же очень плотно защелкивается. Ее уже вытянуть отсюда нельзя. Еще один раздвижной корпус разборной. В общем, буду сейчас все это паять и собирать. На самой заготовке изначально установлены шарики для пайки BGA микросхем. Но так как у меня микросхемы не BGA, то, соответственно, эти шарики нужно отсюда убрать и залудить контакты, контактные площадки для установки микросхем памяти. И потом их нужно будет аккуратно впаять. Нужно обратить внимание, что точка, вот она здесь даже помечена, вот здесь единичка, начинается первый контакт. Или даже, не знаю, первый, не первый, но, в общем, точка с этой стороны. И с этой стороны точка вот здесь находится. Поэтому, если будете устанавливать микросхему, то смотрите, с какой стороны у вас точка, где у вас начало. И она точка вот здесь, вот точка стоит. Это начало, значит, она будет вот так устанавливаться. То есть точка здесь находится. И точно так же с обратной стороны устанавливается точкой в эту сторону. Процесс пайки, я думаю, показывать нет смысла, потому что пайка есть пайка, запаяли, да и все. И так, после того, как обе микросхемы запаяны, нам теперь нужно прошить микроконтроллер, чтобы он умел работать именно с этими микросхемами. Потому что в таком виде, как сейчас есть, ничего работать не будет. То есть, если мы его даже подключим, то оно определит, что подключено какое-то устройство, какой-то внешний накопитель, но памяти в нем никакой не будет. И так, подключаем к компьютеру. Для уверенности, что все определилось, можно зайти в дисковое устройство. И вот определился этот внешний диск. То есть, наша флешка определилась. Если вдруг у вас флешка не определяется, то можно попробовать перевести микроконтроллера в тестовый режим. На сайте USB-D можно найти целую статью о том, как перепрошивать различные флешки с различными микроконтроллерами и различной памятью. И здесь есть очень много различных статей, которые я вам рекомендую почитать. Вот, например, статья, которую я упоминал, это перевод флешки в тестовый режим. И здесь приведена инструкция для различных микроконтроллеров. То есть, в зависимости от того, какой микроконтроллер вы используете или какую память вы используете, то здесь показаны инструкции о том, как перевести ту или иную флешку с тем или иным микроконтроллером в тестовый режим. Перевод в тестовый режим нужен в том случае, если не получается прошить флешку или восстановить ее обычным способом. Так, что нам сейчас нужно? Нужны две программы. Это USB Device Info и ChipGenius. Ну, с чего начнем? Ну, давайте USB Device Info. Get Flash Info. Так, получить информацию о флешке. Эта программа почему-то, ну, такая тормознутая, я бы сказал. И вот, что мы какую информацию получаем. Что у нас установлен микроконтроллер IS917 и возможные варианты микросхем, которые здесь могут стоять. В данном случае у меня стоит именно вот этот тип микросхем. Вот это вы все себе скопируете куда-то, потому что это может пригодиться. Так, где у нас ChipGenius? Сюда заходим. Вот наша флешка тоже определилась. Смотрим, что у нас VIT, PIT. По этим VIT, PIT можно найти данные по микроконтроллеру. Вот наш микроконтроллер определился. Тип памяти определился. И что общий объем 16 гигабайт. Отлично. Теперь нам нужно перейти в Google и попробовать в Google найти прошивку для нашего микроконтроллера. Для этого введем IS917 прошивка. У вас, если будет другое название микроконтроллера, то введете другое название. И начнем поиск. Первая же ссылка в Google ведет нас на сайт USB Dev. На нее и переходим. Итак, открылась страничка. И на этой странице можно найти разные-разные прошивки, разные программы для работы с данным микроконтроллером. Повторюсь, если у вас будет другой микроконтроллер, то и у вас и программы нужно будет использовать совершенно другие. Вам нужно пробовать и скачивать разные программы и пробовать прошиваться разными прошивками. Потому что не все программы подходят для того, чтобы можно было работать с вашим микроконтроллером. Например, у меня память фирмы Micron. Изначально я пробовал прошиться при помощи вот этой программы, но не заработала, выдавала ошибку в конце. Также пробовал некоторые другие программы. Пробовал также альтернативную прошивку. В результате мне подошла вот такая вот прошивка. Запускаем ее. Переходим в режим Settings. Пароль 4.0. Нажимаем Edit. Вместо Original. Downgrade. Здесь в кавычке должны стоять FAT32. Должна кавычка стоять DDR Flash, но можно с ней поиграться тоже. Кстати, с Downgrade, но с уровнем прошивки тоже можно попробовать поиграться, если у вас что-то не получается. Типа форматирование с High Level. Переключаю на Low Level. И здесь в принципе ничего не меняем. И нажимаем OK. Так, дальше что нажимаем? Сканируем. Вот флешка определилась. И нажимаем Start. Началась прошивка микроконтроллера поддержки этой флешки. Заранее предупреждаю, процесс не быстрый. Можете оставить флешку и пойти себе сделать чайок. Или заняться какими-то своими делами. Потому что этот процесс может занять как 5 минут, так и 2 часа. В зависимости от того, какая флешка у вас. Какая скорость обмена дана с флешком. Как быстро микроконтроллер работает с памятью. Какой объем памяти. В общем, времени это может занять много. Но я воспользуюсь чудесами монтажа. И сейчас мы увидим результат. Итак, все закончено, как вы видите. Сообщение о том, что успешно. Ну и давайте сейчас попробуем отключить эту флешку. И посмотрим, что получилось. Так, здесь мы нажимаем EXIT. Флешку из системы отключаем. Вытягиваем. Подключаем обратно к компьютеру. И вот мы видим сообщение о том, что устройство готово к использованию. Переходим в мой компьютер. И вот мы сразу же и видим флешку. Вот наша флешка на 16 гигабайт. Определилась. Отлично. Занято 8 килобайт под что-то. 16 гигабайт. Здорово. И теперь нам нужно какой-нибудь корпус собрать. Ну, я думаю, что возьму вот этот черный корпус. И попробую его использовать. И таким образом мы получили USB 3.0 флешку емкостью на 16 гигабайт. Если, конечно, использовать другие SSD диски с большей емкостью, то можно получить память тоже больше емкости. Соответственно, и сами флешки можно получить намного больше емкости, чем 16 гигабайт. В результате у меня получились две высокоскоростные USB 3.0 флешки. В принципе, неплохо. Главное, что быстрые. И осталось у меня еще две заготовки для флешек. Но я надеюсь, что я смогу найти микросхемы памяти с объемом больше, чем 8 гигабайт, чтобы можно было сделать флешки емкостью 32 гигабайта, 64 или и того больше. А если вы знаете, что можно сделать из испорченного SSD диска, то напишите об этом в комментарии. Нам всем будет интересно почитать. Ну, а я вам желаю успехов. Пусть ваши проекты будут классные и интересные. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok